Два дня назад организация «Трезвая Россия» опубликовала антинаркотический рейтинг регионов. Так вот, согласно документу, Северная Осетия оказалась на 60-м месте. По сравнению с прошлым годом, республика опустилась на 24 позиции. Составители рейтинга опирались на 7 источников. Туда входят МВД, Минздрав, Росстат и другие. Северо-Остинской антинаркотической комиссии с результатами рейтингов не согласны. Руководитель ведомства отметил, что в стране проводят мониторинг наркоситуаций по единой схеме. При этом учитывают масштабы незаконного оборота наркотиков, как часто их используют не в медицинских целях, а также обращение людей за наркологической помощью и смертность от употребления этих веществ. Согласно данным мониторинга, последние три года ситуация в республике оценивается как напряженная. Хотя еще в 2015 году была тяжелой. Прокомментирую высказывание главного нарколога-психиатра Российской Федерации Минздрава России, это Евгений Брюн, который указал, что этот рейтинг, который проводит общественная организация «Трезвая Россия» невозможно признавать действительным, поскольку его проводят не специалисты в популистских целях. Это вот точное его высказывание. А в республиканском диспансере говорят, что Северная Осетия потеряла 24 позиции в рейтинге не обязательно плохо. Возможно, дело и в том, что работать с наркозависимыми людьми стали еще активнее. Ведь при составлении рейтинга учитывают, сколько человек встали на учет в диспансер. В прошлом году цифра была 742. По словам главврача медучреждения, официальные данные о том, сколько людей на самом деле гибли от передозировки, не всегда совпадают с действительностью. Я думаю, что это скорее больше показатель хорошей и объективной работы, нежели если бы мы показали ноль. Потому что в связи и с менталитетом даже Кавказских республик, потому что все родственники хотели бы, чтобы диагноз звучал по-другому. Или острая сердечная недостатная часть, или как-то по-другому. Продолжение следует...